Записка имела самый безобидный вид. В ней, по всем джентльменским правилам, должна была обнаружиться чернильная рожица и дружеское пояснение. Сидоров козёл. Так что, не заподозрив худого, Сидоров мгновенно развернул послание и остолбенел. Внутри крупным, красивым почерком было написано. «Сидоров, я тебя люблю!» В округлости почерка Сидорову почудилось издевательство. Кто же ему такое написал? Прищурившись, он осмотрел глаз. Автор записки должен был непременно обнаружить себя. Но почему-то главные враги Сидорова не ухмылялись злорадно. Зато Сидоров сразу заметил, что на него не мигая глядит Воробьёва. И не просто так глядит, а со значением. Сомнений не было. Записку писала она. Но тогда выходит, что Воробьёва его любит? И тут мысль Сидорова зашла в тупик и беспомощно забилась, как муха в стакане. Что значит любит? Какие последствия это повлечёт? И как теперь Сидорову быть? Будем рассуждать логически. Рассуждал Сидоров логически. Что, к примеру, люблю я? Груши. Люблю? Значит, всё время хочу съесть. Тут Воробьёва обернулась к нему и кровожадно облизнулась. Сидоров окоченел. Ему бросились в глаза её давно не стриженные, ну да, самые настоящие когти. Почему-то вспомнилось, как в буфете Воробьёва жадно-то грызала куриную костлявую ногу. «Нужно взять себя в руки!» Взял себя в руки Сидоров. Руки оказались грязные, но Сидоров игнорировал мелочи. Я люблю не только груши, но и родителей. Однако и речи эти не может быть о том, чтобы их съесть. Мама печёт мне сладкие пирожки, папа часто носит меня на шеи. Я их за это люблю. Тут Воробьёва снова обернулась к нему и Сидоров с тоской подумал, что придётся ему теперь день-денской, печь для неё сладкие пирожки и носить её в школу на шее, чтобы оправдать такую внезапную и безумную любовь. Сидоров пригляделся и обнаружил, что Воробьёва не худенькая и носить её, пожалуй, будет нелегко. «Ещё не всё потеряно», — издавался Сидоров. «Люблю кушку, мурку...» «Нет, это не то!» «Мух люблю ловить и сожить в...» «Ну это уж слишком!» «Люблю игрушки, которые можно сломать и посмотреть, что...» «Внутри от последней мысли Сидорову стало совсем нехорошо.» Спасение было только в одном. Он вырвал листок из тетрадки, решительно сжал губы и вывел грозные слова. «Воробьёва, я тебя тоже люблю!» Пусть ей станет страшно!